Алексею 31. И три месяца назад он решил кардинально поменять свою жизнь. После окончания учебы он работал в правоохранительных органах, но понял – душа не лежит. Внимание привлекло активно развивающееся предприятие. И вот Алексей уже в униформе и в каске слушает советы работника со стажем. Поставник помогает найти тот путь, при котором быстрее в карьерном росте развиваешься и быстрее работаешь сам, уже индивидуально, без помощи наставника. Всего одновременно на заводе взаимодействуют 20 стажеров и столько же наставников. Подобная практика процветала в советские годы, однако со временем она ушла на задний план. Теперь же на заводе появляется все больше новых кадров, однако не всегда их профессиональная подготовка позволяет сразу же отпустить их в свободное плавание. На помощь приходит сторожило предприятия. Передаю свой опыт, как говорится, по работе на программных станках. ЧПУ станки как токарные, так и фрезерные, обработка металла. Но перспектива за этими станками, естественно, универсальные станки уже исчерпывают себя. Будущее за программными станками. Для того, чтобы допустить работника к станку самостоятельно, требуется от 3 до 6 месяцев. Наставничество на заводе в ходу полтора года. Специалисты отмечают, что успехи уже ощутимые. Мы видим специалистов, которые выросли у нас здесь на производстве. Наставники выучили людей, которые способны обучаться, которые готовы обучаться, работают уже по специальности. То есть в полном объеме уже вступили в наше производство. В этом году предприятию исполнилось 70 лет. Завод создавался в послевоенные годы, чтобы воскресить отечественное машиностроение. А сегодня в разгар СВО переживает очередной виток развития. Год назад предприятие стало частью оборонно-промышленного комплекса страны. Объем производства увеличился в 10 раз. Сегодня завод не останавливается ни на минуту. В три смены здесь трудится более 700 человек. Виолетта Широкова, Виктор Горшенев, Новости дня.